Дорогие братья и сестры Когда приезжают гости Когда мы приехали, их собрали Вообще, конечно, когда идешь по плацу Слева и справа За решетками, за сеткой Как в зверинце сидят Представляете, что такое слева тысяча и справа тысяча человек Вот у нас в храме сегодня Ну, 300, 400 Это по тысяче слева, тысяча справа Еще кто-то на работах И как они ждут батюшку С какой любовью они встречали Нас, когда мы приехали И вы знаете, у нас храм В течение всего Великого Поста Собирает им благотворительную помощь Какие-то личные вещи Гигиены, варенье, консервы, печенье Вы бы видели и глаза С какой радостью они нас встречали Те, которые находятся там в вузах Я спрашиваю одного, другого, третьего Ты там за что сидишь Один за другой Тяжелые такие преступления Ну, говорю, а сколько тебе еще сидеть Говорит Мне еще, говорит, восемь лет А другой молодой подходит А тебе? Мне еще пятнадцать Ему двадцать пять Представляете еще И как они нас провожали И кланялись всем вам Передайте рождественским прихожанам Наше тюремное спасибо За ваши пожертвования За ваши подарки Нам, узникам Вот тот, кто там не побывал Этого не поймет Там, говорят, такие преступники сидят Но в каждом человеке Если мы будем по христианке смотреть Есть образ Божий Просто один Этот образ Божий осквернен грехом А другой старается Еще держит себя Борется, пока он на свободе Но есть и другой пример, дорогие Я хочу сказать, почему церковь сегодня молится О в узах находящихся Сегодня очень много людей Которые попадают на доследственный период Когда они ожидают Что вот-вот их откупят Вот-вот придут друзья Вот-вот их освободят И это доследствие продолжается Около месяца, двух Бывает год Бывает даже полтора И вдруг Мне рассказывал этот священник Ответственность за тюремное служение И вдруг ему объявляют Что ни друзья, ни деньги Не помогли И реальный срок Двадцать лет тюрьмы И очень сильно Ломается психика человека Он не выдерживает И сейчас Участились суициды Вот именно Вот в этот период Он еще не верил Что это может быть А когда она уже Объявлена И тебя ждет там Сибирь И двадцать там Двадцать пять лет тюрьмы Вот здесь мужики ломаются Да любой Любой человек Может сломаться Я хочу сегодня Вспомнить еще одного узника Не могу не вспомнить Потому что в этом году Мы празднуем его 200 лет Со дня рождения Федора Михайловича Достоевского Который Увлекшись этим Вихрем Европейской свободы Попав В клуб Михаила Петрушевского Где собирались Белинский Где собирались Даже Глинка Приходил туда Автор Руслана и Людмилы И многие Известные люди Литераторы Музыканты Ну как бы знаете Скруженные Вихрем Революционных Перемен Свобода Какие только Пасквили на Церковь На Правительство Они не провозглашали Не Изрыгали Из уст своих Там оказался И Достоевский По молодости Своей Он увлекся Этими Авторитетными Именами Белинский Вы что Это был Критик Такого уровня А собирались Интересно По пятницам И у Достоевского Который вырос В бедной Семье Отец Врачом Мама Помогала Всем Он видел Почему его Первое произведение Бедные люди Это тот Рассказ Та повесть О Страшных Переживаниях Страждущих Людей Вот он Через это Прошел И вот пятница А у них У этих Петрушевцев На столах Мясо Там Птица Говядина У него первая мысль Что же такое Пятница Вроде пост У всех Что же они Собираются По пятницам И такие Мясные столы Что-то ему запало Там Какое-то вообще Другое Все Но вот эти все Идеи его не оставляли Вот этот Европейский Либерализм И начиная Рассуждать О Христе Они говорили Вот если бы Сейчас был Иисус Он стал бы к нам В наши ряды Социалистов А кто-то Как Герцин Говорил Да нет Он стал бы Впереди Он бы возглавил Наше социальное Новое движение За свободу Потому что он Пришел за свободу Вот такой Мусор Всыпали в головы Молодых людей Эти авторитеты Ну как сказали бы Сегодня блогеры Как это так И вот он смотрит Что все вокруг Они вообще Пятница для них Не пятница Христос Это не просто Распятый Воскресший Победитель Смерти Сын Бога Живаго А просто Хороший моралист С хорошими притчами Вообще Книга хорошая Евангелие Хорошая книга Библии Тогда еще не было Представляете Она была только На французском языке И когда Достоевского Заключили в Петропавловскую Крепость Он пишет Пришлите мне Библию На французском языке Исследователи Почему На французском Потому что на русский Еще перевод Библии не было Тогда Это середина Девятнадцатого века И вот после того Когда Его Вместе с Членами этого клуба За то что они Ну так Так пренебрежительно Относились И к власти Которая от Бога Установлена И к Передовым писателям России Их приговаривают К смертной казни Вот когда его Посадили В Петропавловскую Крепость И когда он Оказался перед лицом Смерти Как узник Он сидел В тюрьме Он никогда не думал Что он будет сидеть В тюрьме Они случайно говорят От сумы и тюрьмы Никогда не зарекайся В своем В своем Произведении Идиот Он Описывает Своё состояние Своё состояние Он через Героев Он рассказывает О том Чем он сам Дышал Какие муки Терзали его Что ж такое Человек Зачем он живет Что будет с ним После смерти Почему вокруг Столько злых Откуда взялась Природа зла В человеке Представляете Он через героев Своих выражал Почему его Зачитывалась Вся Россия Его особенно Любили молодые люди Особенно его Любила молодежь Не так даже Пожилые люди А мы сегодня Его и не читаем И забыли Сегодня же соцсети есть Ну конечно Какие новости Что случилось Что взорвалось Что умерло Сколько погибло Вот нас что интересует А вот почитайте Достоевского И вот возвращаясь К его Времени В заключении Представьте Перед самой Казнью А его Приговорили Лишили всех Дворянских званий И приговорили К смертной Казни Через Расстреляние Он вдруг Посмотрел На луч Который Отразился От купола Церкви И он так Полюбил Этот свет Думаю Неужели Я вот в этот свет Переселюсь Как я раньше Не замечал Как я не видел Этого раньше Выводят Петришевцев Их было Двадцать один На Сенатскую Площадь Одевают им Мешки На голову И вот Пошли Разделяю По несколько Человек И Федор Михайлович Посчитал Что пока До меня Дойдет У меня Есть еще Пять-шесть Минут Я могу Я могу Еще Пять минут Пожить У меня Осталось Всего Пять минут Неужели Эти пять минут И он разделил Вот я сейчас Подумаю О себе Потом Переговорю Или там Подумаю О друзьях И потом Еще две минуты Оставил Приготовиться К переходу Вот в этот мир О котором Он только Слышал И вот сейчас Он настолько близок Настолько реален Да Тюремник Да Заключенный Да Виноватый Наверное Но смерть Смерть Такая близкая Я хочу Прочитать вам Цитату Отсюда Что если бы Не умирать Что если бы Воротить Жизнь Какая Бесконечность И все это Было бы Мое Я бы тогда Каждую минуту В целый век Обратил бы Ничего бы Не потерял Каждую бы Минуту Считал И отсчитывал Уж ничего бы Даром Не потратил Вот человек Перед лицом смерти Как живет Да Вот минуточку Бы еще Ходя Каждую минуту Жизни бы Ценил Но Они уже Сокращаются Сокращаются И вдруг Приезжает Всадник И привозит Распоряжение Императора Заменить Достоевскому Феодору Смертную Казнь Расстрелянием На Каторгу Четыре года Из человека Снимают Мешок Смотрите И он То что Молил Минуточку Еще бы Хоть Минуточку Жизни Вот как Мы к Минуточке Жизни Да у нас Их только Много О чем Вы Батюшка Это надо В вузы Попасть Надо пройти Вот этот Путь Чтобы Оценить Вообще На пороге Смерти Постоять Чтобы Понять Что такое Жизнь Но Мне Очень Дороги Слова Которые Скал Федор Михайлович После этих Переживаний Послушайте Вот именно После того Как только Что Простился С жизнью И вдруг Он почувствовал Что Ему Дарована Жизнь Вот это Нельзя Передать Просто Словами Понимаете Можно Послушать Почитать Немножко Вникнуть В жизни Этого Человека И послушать Его цитату Вот что Он писал Я не Уныл И не Упал Духом Жизнь Везде Жизнь Жизнь В нас Самих А не Во внешнем Подли Меня Будут Люди И быть Человеком Между Людьми И остаться Им навсегда В каких Быто Ни было Несчастьях Не уныть И не пасть Вот в чем Жизнь В чем Задача Жизни Вы слышите Кругом Он решает Для себя Остаться Человеком Даже среди Заключенных Даже туда Куда он Потом Будет Направлен Это небольшая Знаете Небольшой Сарай В котором Жило 30 человек Он покосился Вот-вот Должен был Упасть Там страшный Был холод Зимой И невыносимая Жара Летом Это не Кондиционеры Наши Что мы Робщим У нас Вентиляторы Есть Кондиционеры И нам Все плохо Мы еще Недовольны Едой Недовольны Я уж не говорю Какой был там Стол Там какой был Запах Как сам Федор Михайлович Писал От нас Воняло Как от свиней Они не мылись Там Представьте 30 мужиков Живут в сарае И днем И ночью Там и ходят Там и выходят Это невыносимо Жил на нарах И еще Рядом С собой Одного мусульманину Лия Который Лежал Такой Приличный Человек А он старался Исполнить То что хотел Человеком Остаться И вот в этих Вузах Он оставался Человеком Сначала Его не принимали Он говорит Да нет Такого преступления За которое бы Тут не сидели Вот любое Преступление Возьми Все представители Этих преступлений Лежат Спят Храпят Орут Шумят Пьют Курят Чего так и не делают И я там Знаете Четыре года День и ночь Еще работа Каторжная О работах Какие Они выполняли Может еще Позже говорим И вот он Написывает это В своем Замечательном Произведении Которое он Выходит И пишет Почитайте его Записки Из мертвого Дома Вот Называет он Этот дом Мертвым Домом Но он Не дает Там какую-то Страшную краску Архипелаг Гулаг Страшнее Читать А Мертв Записки Из мертвого Дома Там Какой-то Позитив Что человек Не унывает Он борется Он ждет Что Бог Не оставит его Коль он оставил Его жить То в темнице Точно не оставит И вот Представьте Дорогие Рядом С ним Мусульманин Он Друг с ним Ночью На нарах Не было Ни одеяльца Вот ляжете Сегодня Одеяльцем Укройтесь Не было Одеяло Федора Михайловича Вот такие Лосхмотия Какие-то там Рубищи И нары И одна подушка А под подушкой Евангелия Которую подарила Наталья Фон Визина Подарила Жена Декабристов Одну книгу Можно было читать Во строге Только Евангелие Никаких больше других И больше никаких Острых предметов И почему там Он читал Евангелие И другим О Евангелии Рассказывал Представляете Остаться человеком В этом кошмаре Среди свиней Можно сказать Сам свиньей уже живешь Чисто по внешнему А он говорит Не важно внешнее Ты то Что внутри тебя Человек И как ты живешь Вот что делает Тебя человеком И он Одному этому Своему мусульманину Рядом спят На нарвах На одной Крутятся Вертятся Бока болят Наработались Все в поту В грязи В вони в этой И он еще говорит Слушай А ты же вот Живешь в России А не хотел бы ты Выучить русский язык И он В Нагорной проповеди Мусульманину Показывал буквы Вот это А Вот это Б Г, Д И все буквы Он изучил Мусульманин Читая Нагорную проповедь А потом Прочитал Вместе со своим соседом Святое Евангелие Представляете как Он Жил В темнице И при всем при этом То что вы прочитаете А я советую вам Почитайте Записки Из мертвого дома Это то что даже Белинский не смог Написать критически Хотя пытался Вместе с Герценом Какие то рецензии Но это произведение Достойно того Чтобы его читали Потомки Особенно Вот в неделю Когда мы вспоминаем В темницах Находящихся людей И вот там Достоевский пишет Как оглянусь Жизнь Пишет Достоевский Это дар Жизнь Это счастье Каждая минута Могла бы быть Веком счастья Теперь Переменяя жизнь Перерождаюсь В новую форму Брат Клянусь Клянусь Тебе Что я Не потеряю Надежду И сохраню Дух мой И сердце Мое В чистоте Я Перерожусь К лучшему Жизнь Ведь Везде Жизнь Какой человек В темнице Сидел А каким Вышел Вот почему Не умрите Не прочитав Последнего Произведения Федор Михайлович Как завещание Братья Карамазов Вот Прошу вас Не теряйте Время Интернета Сколько Сел Посмотрел Часа нет Двух По полчасика Возьмитесь Поднимите труд Получите огромную пользу Вчера С одним Большим человеком Разговаривал Он говорит Батюшка Я прочитал Братья Карамазов Был полный пандемии Я прочитал Какую пользу Получил Батюшка Какое произведение Даже не думал Вот почитай Многое поймешь Вот потому Когда Федор Михайлович Вышел А именно там Начались у него Припадки Подучей Как она называется Эпилепсия Эпилепсия называют Именно там Он стал болеть А Первый раз Кровь из горла Пошла у него После смерти Мама и Пушкина Так совпало Очень любил Пушкина Очень любил маму И вот первый раз У него Горлом Пошла кровь После потери этих людей Потом через два года Еще отец умирает Представляете Потом еще Петришевцы Потом вот этот вихрь Современной Молодежной жизни Уведший от Бога От церкви И потом он возвращается После Тюрьмы Со всем другим человеком И вспоминает Как говорит Мы В тюрьме Был такой день Когда освобождались Заключенные И один раз Как обязательно Было причастие Святых Христовых Тайм Представляете Во строге Их освобождали На неделю от работы Их купали Их разрешали помыться Потому что уже нельзя Прийти в храм В таком состоянии И они вот приходили В храм Который мы не ценим Знаете Вот целый год Человек в таких условиях И у него вдруг праздник Он в храм зашел Все вспомнил Все детство Родители вспомнил Как он стоял Как он молился Как прислушался к молитвам Это все он вспомнил И когда зашел И вдруг Вот это все Такое родное Святая православная вера Это такая дорогая Что он пишет Что русский Атеистом Быть не может Если русский Скажет Что он атеист Он тут же Перестает Быть русским Понимаете То есть Не может быть Человек Без Бога Живой души Человеком Он мертвец Духовный Я не верю В Бога Ты Духовный Мертвец Вот А жил Достоевский Слышите Когда он Я преобразился Я жил Где На каторге В тюрьме Неужели нам надо В тюрьму попасть Чтобы к Богу прийти Или мы вот так Свободненько пойдем Пока все открыто И доступно Вот в чем вопрос Сегодня И дорогие Почему я Так подробно Сегодня говорю О Федоре Михайловиче Потому что После этого Он вспоминал Один маленький пример Мне очень дорог Этот пример Приведу вам Как они причащались Вот представляете Одни мужики Помытые Счастливые Их на работу Каторжную Не отводили Целую неделю Давали молиться Представляете Это все таки Должно исправить Человека И вот Литургия А они все Стоят не так Как мы с вами Вот вспомните Как в следующий раз Будете на литургии стоять Стояли узники И Федор Михайлович Достоевский Великий русский писатель Апостол и пророк русский Мы панихиду будем служить по нем В день его рождения Еще праздник мы сделаем С вами вместе 11 ноября А может быть это Мы еще что-то с вами сделаем Такое хорошее Еще почитаем его вместе Что-то еще придумаем И вот представьте Стоят на литургии Все В кандалах Вот ты постоял Передвинулся Джинь Звон такой Батюшка служит Или другая Звон такой Переступил там Или прошел там Джинь Дзинь Дзинь Стоят в кандалах Мужики Кто-то присел Ноги больные Кто-то стоять не может И представьте Стоит в кандалах И молится А потом Священник выносил Чашу И он вспомнил Этот момент Очень важный Вот для меня Как священник Вы помните Выносится чаша Сия Естественная Кровь и тело Но не это Это было все понятно Но когда говорил Но не как Иуда Дам тебе целование Но яко разбойник Исповедую тебя Поминь мне Господи И когда ты придешь И во царство И вот когда произносил Но яко разбойник Исповедую тебя Все стоящие разбойники Звене кандалами Падали на колени И чувствовали Что это именно о них Представляете Такое И я вот посмотрю Вокруг И мы все В кандалах Не яко Иуда Целованием Придам тебе Но яко разбойник Исповедую тебя И вот все разбойники Падают на колени Звеня кандалами Железными И говорит Помяни меня Господи Когда ты придешь Во царство Вот это литургия В отличие от нас Так одетые Свечку поставили Постояли Пора уже батюшка Долго так рассказывать Все уже устали Простите Что мы вас иногда задерживаем Но когда вам еще Вот об этом рассказать Скажите А потому Читайте Федора Михайловича Достоевского Скоро его день рождения Великий Русский Писатель Пророк Описавший Будущее И наше В том числе И на этих местах Мы с вами еще Постараемся Остановиться Закончу же тем Что он сказал Жизнь ведь Везде жизнь Так что будем радоваться Жизни на свободе И будем молиться Тех кто сегодня В узах И не будем их осуждать Сколько там Людей попало Не убили себя Там Тянут это все И надеются Выйти И потом еще Человеком Остаться решили И сказали Там вместе с ним Там читают Достоевского Любимый писатель Кстати там Вот он любил Христа очень И говорил Что если человек Перестанет видеть Во Христе Бога человека Он дойдет До революции Представляете Как он пророчествовал Вот у каждого Если есть желание Давайте мы по книжке Вот сколько есть нас Вот кто что Кто может Есть Кто мы уже прочитал Хотел бы подарить В библиотеку 14 колонии Любое произведение Федора Михайловича Преступление и наказание Туда Идиот Туда Бесы Туда Братья Карамазовы Туда Это произведения Которые ушли В 100 произведений Лучшего достояния Литературного творчества Мира Представляете А мы еще и не все прочитали Мне говорят В 100 книг надо прочитать Да ты вот эти 4 Прочитай хотя бы Ты столько поймешь для себя Я уж не говорю Что все остальное там Столько интересного у него Особенно детям Прочитайте Мальчику Христа на елке Как же без этого Вот это детям Так нужно Почитайте На сон Детям Мальчику Христа на елке Как раз к Рождеству Самый лучший подарок Будет детям Мир всем вам Божье благословение Мальчику Христа на елке Продолжение следует...